Из Душанбе в Ишкар-Алу за образованием. Уже несколько лет Марийский Политех участвует в программе по обучению иностранных студентов в российских вузах. Сейчас здесь учатся студенты из Китая, стран Северной Африки и Ближнего Востока и многих бывших союзных республик, в том числе Таджикистана. Чем привлекательно образование в вузах нашей республики и как осваиваются в Ишкар-Але студенты из стран с другими обычаями и культурой? Обычный учебный день аспиранта строительного факультета МРГТУ Ахмаджона Рахмонова начинается так же, как и у любого другого студента, живущего в общежитии. Завтрак на скорую руку на общей кухне, общение с друзьями, несколько минут за ноутбуком, подготовиться к занятиям. Ахмаджон приехал в Ишкар-Алу из Душанбе полгода назад. В Таджикистане закончил строительный факультет столичного университета и решил продолжить учебу за границей. Выбор пал на Марийский Политех. Как говорит сам аспирант, сложности возникли только с языком и с климатом. К холодной погоде пришлось привыкнуть, на русский подтянул на курсах. С первых дней трудности сначала было с русским языком, потом в дальнейшем курсе по русскому языку дали возможность, что вот я сегодня выступаю на конференции, читаю доклад на русском языке. Я приехал сюда 6 месяцев назад и начал здесь привыкать, но на самом деле здесь климат непривычный. Но меня в Политехе принимали теплом, я здесь уже как-то более-менее привыкаю. То, что иностранные студенты приезжают учиться в Ишкар-Алу, явление далеко не случайное. Политех за последние десятилетия превратился из простого регионального вуза в крупный международный образовательный центр, успешно конкурирующий с лучшими вузами страны. И с каждым годом сюда поступают все больше студентов, приехавших из-за рубежа. У нас сегодня на разных факультетах обучается 203 человека. В основном это наши бывшие, как мы говорим, братские республики. Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия. Но есть студенты из Китайской народной республики, есть студенты из Марокко, Турции. И это, мне кажется, серьезные, хорошие показатели нашего бурного движения в направлении международного сотрудничества. В этом году в МарГТУ иностранные абитуриенты впервые были приняты на подгодавительное отделение. В первую очередь для изучения русского языка, чтобы на лекциях все было понятно. Также это позволит будущим студентам адаптироваться к жизни в другой стране до начала учебы. Многие из иностранных студентов, в том числе и Ахмаджон Рахмонов, учатся у нас на бюджетной основе. В случае с Ахмаджоном такие вложения вполне оправданы. За недолгий срок аспирант стал старостой таджикского землячества. Помогает студентам с русским языком и учебой, сам читает лекции. В общем, активно готовится к продолжению карьеры в качестве преподавателя. Мне еще осталось два года здесь учиться, но я пока не решил, здесь буду или на родине. Скорее всего, я уважаю на родину и там продолжаю свою карьеру. Уже этой осенью ряды студентов политеха пополнят еще около 135 иностранцев. В планах руководством РГТУ создание отдельного факультета, на котором будут обучаться около 500-600 человек. И это дело ближайшего будущего.